В своей книге об американской политике «Комната, где это произошло. Воспоминания о Белом доме» бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказывает о переговорах с российским президентом Путиным о российско-украинском конфликте. Путин, по словам Болтона, сказал ему, что тогдашний президент США Барак Обама четко говорил ему в 2014-м, что если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована. Однако по какой-то причине Обама передумал, завершает Болтон пересказ слов Путина. «Мы прекрасно знаем, что если кто и передумал, то это был точно не Барак Обама. Это был Путин, с подачи которого, как мы знаем, началась дестабилизация украинского материка с последующим захватом городов на Донбассе, попытками мятежей в и Одессе. Там точно был не Обама, но вместе с тем, вне зависимости от того, что на самом деле говорил президент США президенту России, мы хорошо помним, что позиция президента США в крымском вопросе была достаточно оперативной и четкой». «Будущее Украины должно решаться людьми Украины, народом Украины. В том числе ее территориальная ценность и суверенность должны уважаться и соблюдаться. Поэтому решение России вывести войска в Украину вызвало широкий международный резонанс. И мы хотим поддержать Украину и изолировать Россию за ее действия». Впрочем, также помним, как осторожно действовали западные лидеры в первые недели после начала российской спецоперации в Крыму. Как они предпринимали все возможные усилия для того, чтобы не допустить силовой конфронтации. А G7, превращенная из G8, громко осудила захват России и Крыма лишь 24 марта, через неделю после, собственно, аннексии. И санкции, введенные за очевидное нарушение международного права и разрушение миропорядка, аннексию Крыма, были персональными. Настоящие санкции Запад начал вводить уже после начала войны на Донбассе, после уничтожения малайзийского Боинга. А почему? А потому что Кремлю, похоже, удалось убедить западных политиков и общественное мнение в том, что Крым – это некая сакральная территория, случайно оказавшаяся в составе Украины. Что на самом деле – это вопрос русской национальной чести, что к самому влиянию Кремля на Украину Крым никакого отношения не имеет. И в этом, уверен, состояла самая большая ложь российской внешней политики за последние десятилетия. И будет правильно, если в Крыму, и я знаю, что крымчане это поддерживают, будет три равноправных государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Ложь, в которую поверили многие не только на Западе, но и в самой России и даже в Украине. Крым действительно был одним из инструментов, которые можно было задействовать, чтобы не допустить выхода Украины из Советского Союза. Таких инструментов у центра было великое множество. Для Молдовы, Приднестровья, для Грузии, Абхазии и Южная Осетия, даже для России, ее автономные республики, которые в перестройку стали требовать для себя статуса союзных республик. Крым не задействовался по одной очень простой причине. В результате конфликта Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, именно украинская ССР стала главной опорой союзного центра в проекте создания обновленного союза. Дестабилизировать еще и эту республику было, мягко говоря, опасно для Кремля. Зато уже 24 августа 1991 года, когда Украина объявила о своей независимости, о Крыме вспомнили буквально в первые же минуты после голосования в украинском парламенте, в специальном заявлении пресс-секретаря президента России. То есть инструмент был задействован незамедлительно. Это и было то, о чем сейчас говорит Путин. Если хотите выходить, то без подарков русского народа. А потом только решила выйти из состава этого союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем, с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа. И неизвестно, как бы сложилась ситуация, если бы 1 декабря 1991 года крымчане вместе со всей остальной Украиной не сказали бы «да» акту о независимости. Великодержавникам просто было нечем крыть. Но и без этого Крым постоянно продолжали использовать как якорь, который должен не позволить украинскому кораблю отправиться в самостоятельное плавание. Желание России сохранить свою базу в украинском Севастополе и постоянный шантаж Кремля от воинственных заявлений Бориса Ельцина и до Харьковских соглашений. Постоянное присутствие в Крыму российских политиков-шовинистов. Содействие пророссийским политическим силам от Мешкова до Аксенова. Украинцев как бы убеждали, раз в составе вашего государства русская земля, то никуда вы от нас не денетесь. Непонимание того, что Крым был не целью, а инструментом, похоже, сыграло злую шутку и с Обамой, и с другими западными лидерами. Принимаемое решение об должно было стать для Запада, по мнению Путина, мощным сигналом «прекратите поддерживать Украину». В крымской речи Путина были четко очерчены масштабы будущей российской экспансии, подарка большевиков практически весь восток и юго-восток Украины. «Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол. За то, что мы имеем независимую позицию, за то, что ее отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами и не лицемерим. Но все имеет свои пределы. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Вели себя грубо, безответственно и непрофессионально». Планам Путина не суждено было сбыться, потому что украинский народ оказался способен сопротивляться агрессии и остановить захват территорий страны. «А сейчас бросили в дело заранее подготовленную, хорошо оснащенную армию боевиков». Но Путин и не думал останавливаться на Крыме. «Подарки». «Подарки». «Где подарок? Хочу подарок. Скутарк. Хочу подарок». «До сих пор вы можете найти полезных идиотов Кремля, которые будут убеждать вас. Донбасс Путину не нужен. Он его захватил исключительно для обмена на Крым. И как только Украина признает крымнашизм, Россия уйдет с украинского востока и опять будет дружить с Украиной, как ни в чем не бывало». Но я бы оставил эти иллюзии в 2014 году. Никакой Донбасс на Крым никто обменивать не собирается. И аннексия Крыма, и война на Донбассе, и поддержка пророссийских сил в самой Украине – это всего лишь разнообразные инструменты возвращения самой Украины в российскую сферу влияния. И, кстати, миф о сакральности Крыма для России – тоже такой инструмент. «Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественной для России государством». «Иди ко мне, милый. Успокойся». «Рот лори, я задыхаюсь». «Рот лори, я задыхаюсь». «Рот лори, я задыхаюсь». Продолжение следует...